Я хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями на текст. Послание Галатам, святой апостол Павел, пишет в 6 главе 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Этот текст Священного Писания – это не для крестьянина. Все нормальные люди знают, что что сеешь, то и пожнешь. Когда посеет картошку, это только ненормальный будет ждать, когда вырастет кукуруза. А в целом все это знают, и не надо об этом и напоминать никакому крестьянину. Но эти же законы, которые Бог незыблемыми дал для земли, это Бог дал эти законы. Что посеет, то и пожнет человек. Но духовные законы те же самые. Что посеет человек, то и пожнет. Обманываться здесь напрасно. Бог поругаем не бывает. Что ты посеешь, ты то и пожнешь. Впервые я на этот текст Священного Писания обратил внимание в году, наверное, 55-м. Знаете, в то время узники возвращались из Колымы, из Магадана, из далеких мест. Ну и в Ленинград приезжал какой-то старец, который отбывал на Колыме много лет, ну а теперь ехал в Мурманск. Мы его на богослужении в Ленинграде, значит, встретили, ну и пригласили на молодежное общение. Ну как, человек 30 нас, молодежи было. Он говорит, что мой поезд вечерний, и я успею. По неопытности своей, по молодости своей, мы ни адреса у него не взяли, даже имя, отчество не помню, с какой церкви не помним. Это сейчас мы уже бы всё расспросили, бы всё узнали. А тогда, ну, старец и старец. А он оказался очень таким благородным, благословенным старцем. Ну так он как пришёл, так и ушёл. Я о нём, можно сказать, больше ничего и не знаю. Пригласили его. Ну я говорю, я так, вёл это общение. Ну и говорю брату, старцу. Вы имеете пожелание для молодёжи? Да, имею. Развернул своё Евангелие в носовом платочке, так завёрнуто было в кармане у него. А Евангелие такое, прошедший, видно, непростой путь, много обысков. Каждый листочек надо переворачивать, он уже из переплёта вышел. Открыл вот этот текст, который мы прочитали сейчас с вами. Я, говорит, братья и сёстры, расскажу вам, какие у вас будут дети. Я его решил поправить, мне и сейчас стыдно, каков я был. Но почему бы мне не промолчать? Я говорю, вы мне простите, здесь молодёжь, нету ни женатых, ни замужних. А он говорит, я понял, понял, здесь молодёжь одна, да? Да. Так вот, я расскажу, какие ваши дети будут. Я опять, вы что, пророческое видение у вас? Да нет, братья, нет. Вот никакого пророческого у меня нет видения. Я только лишь верю каждому слову, записанному в Священном Писании, и не больше. Я тогда уже замолчал. Повторяю, мне и неудобно, но вот таков, каков есть я был. Это, ну, наверное, кто не был молод, тот и не ошибался. Он прочитал этот текст. Бог, поругаем, не бывает, что человек посеет, то и пошнёт. Дорогие мои братья и сёстры, если вы честные, святые, богобоязненные, если не на словах вы, христиане, а в сути таковые, есть, если богобоязненность сопровождает всю вашу жизнь, позвольте вас порадовать. Дети ваши будут лучше вас. И если вы лукавы, и если вы христиане только по внешности, а внутри пустота, я уж не хочу сказать, что мерзость внутри, пустота. Если у вас Бога нету, Он только на устах у вас, если вы притворяетесь только лишь, что вы верующие, ну, не чтите Бога в повседневной жизни вашей. Я хочу поплакать с вами сегодня. Дети ваши будут хуже вас. Ну, а теперь давайте помолимся. А некоторых хочу поплакать, а за кого-то порадоваться. Знаете, я почему-то встрепенулся. Я почему-то стал проверять свою жизнь. Какие же у меня дети будут. Но на основании этого текста. А он продолжает говорить, милые, ведь пожинать-то приходится всегда больше, чем сеяли. Я радуюсь за вас, что вам придется пожинать больше, чем вы сеете. Но если вы сеяли доброе, а если сеяли пустоту, пустые развлечения, а если сеяли в праздность в жизни своей, не послушая Богу, заповеди его, давайте помолимся с вами. И почему-то, знаете, такой настрой был сложный. Много было слез. Я не помню, плакал ли я, мне кажется, нет. Я тугой какой-то на слезы. Но с того дня я по-новому осмыслил свою жизнь. Я понял со всей ответственностью, что, что я сею, то я пошну. я хотел бы предложить для размышления жизнь Садока. Предлагаю прочитать место священного писания Иезекииле 44 глава 15 стих. А священники из колена Левейна, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне ток и кровь, говорит Господь Бог. Главный смысл этого текста. Только сыны Садока будут приближаться ко мне. Бог имеет право последнее слово сказать. И кто будет приближаться к Богу? Он имеет право. Он делает выбор. И вот сделан выбор у Бога. Сыны Садока будут приближаться ко мне. А почему? Совсем не потому. что какие-то прихоти, что они рослые какие-либо или родословные какая-нибудь особенная. И не потому, что они только лишь из колена Левина. Нет. Зато, что в одни отступления стояли на страже. Вот так жизнь отцов была примерной. «Когда жизнь спокойная, равномерная и всегда одинаковая, то мы все хороши. А вот какая-нибудь бурная обстановка, неспокойная, и каждому есть возможность проявить себя в той или иной степени». во дни отступления стояли на страже. И Бог на это обращает внимание и говорит, «Сыны Садока, они будут приближаться ко мне, чтобы приносить жертвы, а другие нет». И когда я вот прочитал этот текст, что сыны Садока будут приближаться, я захотел узнать, а кто же этот Садок? и чем он отличается от всех других священников? По существу Садок был рядовым священником, рядовым, а потом уже поставлен в первой священнике, потом. Предлагаю прочитать место священного писания первое про Липоменон 12.28. Кто откроет, можете прочитать. «И Садок мужественный юноша и род его 22 начальника». Благодарю. Итак, кто такой Садок? Юноша мужественный. Поздравляю вас, юноши. Стоит вам быть мужественными и в вашем роду, в вашем потомстве будет 22 начальника. Вот так Бог вознаграждает. 22 начальника. А он один мужественный. Вы понимаете, стоит ему быть мужественным, и Бог вознаграждает. Всегда я хочу повторить закон, который обязателен, потому что закон этот Божий. что сеешь, то и пожинаешь. Ты был мужественным юношей? 22 начальника. Нет, это совсем не обязательно, что 22 сына таких. В роду сказано, есть, может быть, и внуки, и правнуки, есть, может быть, и племянники, или двоюродные братья, сестры. Здесь может быть повсяк. В роду сказано, да, там. Предлагаю все-таки заглянуть, во-первых, на самого Садока. Позвольте немного воспоминаний. Вы помните, когда Давид покидал Иерусалим поспешно, восстал сын Авесолом на Давида. Убегает Давид из Иерусалима от сына своего поспешно, чтобы столкновения не было, чтобы в Иерусалиме войны не было, он убегает. Кто-то готовится встречать нового царя, каждый имеет право отреагировать, как он хочет. садок сказано, берет ковчег святой и святых на плечи и бежит за Давидом. Я понимаю, что не он один, но он организовал, он был при ковчеге. Давид спрашивает, а это вы куда? Ну, Давида выгоняют, и мы идем. Садок не представлял себе убежать от ковчега. Он вместе с ковчегом убегает. Давид говорит, возвратись в садок и поставь его на место. Если Богу угодно, то я еще приду и буду служить Богу. Садок возвращается вместе с ковчегом, ставит его на прежде место и остается при ковчеге. Мне почему-то представляется, садок с самой лучшей стороны. Во-первых, он весьма энергичный, смелый, решительный. Бежать так бежать. Берет ковчег и убегает. И тут же ему говорят, возвратись обратно с ковчегом. Знаете, у него могло быть себелюбие, самолюбие. Я вам не мальчишка, туда-сюда бегать, да? И мог бы поступить, как он считает, правильным. А вот ни одного слова противления. У решительного, храброго, смелого возвращается обратно. Мне кажется, с таким легкой трудиться и работать. А чтобы закончить первый пример, напомню только, Илюш, что Давид возвратился с победой и вновь служили Богу, а садок также служил Богу рядовым священником. Он не был первосвященником, первосвященником был авиафар. Был первым священником авиафар. Прошли года, Давид уже состарился, ни одно одеяло уже не могло греть его. он готовился к переселению. Адония, сын его, объявил себя царем. И пир, и веселье уже, все начальники приглашены, авиафар, как первый священник приглашен, военачальник приглашен на этот пир. Словом, все подготовлено. Садок вместе с несколькими священниками заняли совершенно противоположную позицию. И вы знаете, что произошло. Об этом рассказано в Третьей Книге Царств, первой главе. Рассказано, что по повелению Давида Садок взял рог с елеем и помазал Соломону в царе. А вы можете себе представить, чтобы в Иерусалиме в один день два помазания совершались, два царя родились? Авиафар в одном конце Иерусалима, а Садок в другом конце Иерусалима. Давайте спросим Садока, на что он рассчитывал? На войско, которое защитит Соломона? так главнокомандующий войском у другого царя, на священство, которое защитит Садока, Авиафар на другом Перу, на царя Давида, который защитит Садока. Но завтра Давид уже отойдет вечность, Уже сердце его останавливается. На что же рассчитывает Садок? Да, просто на Бога и ничего больше. Но вот стоило совершить этот акт Садоку, и народ так возвеселился, сказано, земля останала от криков радости восклицания, земля останала. Адония услыхал крик и спрашивает, что бы это значило. Ему говорят, брат твой Соломон в цари благословен. Садок помазал его в цари. И тут главнокомандующий побежал к оргам жертвенника, да, понимает, что ему смерть. Авиафар понял, что глупость делает. И сам новоиспеченный царь затрепетал, пошел просить милости. Кстати, хочу сказать, и Адония был лишен жизни, и главнокомандующий был лишен жизни, а вот Авиафар был помилован. Знаете, за что? Он когда-то был при святой святых, носил скинье. Ему проявлена милость. Это особый случай. Но я не буду этого вопроса касаться. Я только лишь хочу сказать за садока, что он в трудный час устоял. И Бог был на его стороне. А теперь посмотрите на то, что говорит Бог. В одни отступления садок садок стоял на страже. Тогда, когда садок брал святой святых и бежал за Давидом, тогда, когда садок не пошел за большинством, когда Адонию помазание совершено было, небо молчало. Бог не говорил, не высказывал своего суждения. Но Бог за всей ситуацией наблюдает и когда-то даст определение. В данном случае через Изекиилю он дал определение. В одни отступления садок стоял на страже. Оценил. И вот за это только сынам садока разрешается предстоять пред Богом и приносить жертвы. Только сыны садока будут предстоять предо мной. Вы чувствуете, какое вознаграждение? Сыны садока. Кто же эти были сыны? Прочитаем Ездры 7 глава 1-2 стих. Кто найдет, можете читать. После сих пришествий в царствование Артарксирца царя Персидского Ездра, сын Сарии, сын Азарии, сын Халки, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитува? Обратите внимание на родословные. Если мы говорим о сыновьях Садока, обратите внимание, кто эти были сыновья. Садока. у Садока был сын Шалом. Скажу вам, я в Библии за Шалома нигде ничего не нашел. Не могу ничего сказать за Шалома. Но за внука Садокова нашел. Звать его Хелки. Первый священник Хелки приступил к служению. Трудные эти были времена. Трудные. Кстати, храм был почему-то в плохом состоянии. Нужны были ремонты и дверей, и стены, и окон. Нужны были деньги для того, чтобы рабочим платить. Почему так в храме в таком запустении храм находился, я не знаю. Но самое главное, храм-то был, ремонтировался, он прихорашивался, но книга закона куда-то исчезла. Мы не знаем. В какое-то время эта книга исчезла, и закон Божий не читался совершенно. Не было в храме Господнем книги закона. И царь говорит Хелке, иди в сокровищницу и серебро какое-то есть принеси, чтобы мы заплатили за ремонт. А Хелке пошел, прокинул туда руку, чтобы собрать все серебреники и нащупал там какую-то книгу и сказано, книгу закона я нашел. Это в сокровищнице Божьей. То есть в сокровищнице куда кидали серебреники, вдруг там оказалась книга закона. И многие года она там лежала. Вы помните, когда царь взял эту книгу, и он стал читать ее, и ужаснулся. Ужас-то какой! А мы, оказывается, не выполняем все, что написано в книге закона. Он ужаснулся и послал за пророками, пусть теперь что-то скажут, что теперь нам делать, мы же не исполняем. Вы помните, да, это событие? И женщина-пророчица сказала им, что за то, что вы нашли эту книгу закона, я беспокойный, Бог не наведет на вас сейчас бедствия. То есть я хочу сказать, милые, книга закона, она потеряна была. кем-то она была заложена в этот потайник, где деньги, куда можно подобраться только лишь тому, кому доверено считать серебряники. И каждый, кто залезал туда раз в неделю или когда, вот нащупает там книгу, отодвигает, понимает, что это не серебряник, отодвигает, а собирает только серебряники. И только одному Хелки угрозило взять книгу и вытащить. А все остальные отталкивали ее, выбирали только серебряники, только тот, что звенит, этот желтый металл. Вот что получалось. Для меня уж очень приятно слышать. Книгу закона я нашел. Не говорит, что 30 серебриков собрал. и может теперь рассчитаться. А книга закона я нашел. О деньгах уже ни слова. Деньги это на своем месте, это потом. Но самое главное, чего он нашел. Тот, что может быть искали, разводили руками, что делать, потеряли, неизвестно куда, кто дел эту книгу закона. Он нашел книгу закона, он сразу сориентировался, что это такое. Милые, в нашей жизни Бог тоже обращает внимание, как мы относимся к книге закона. Вы знаете, у нас служение порой проходит формально, с соблюдением всех дисциплин, и хор, и оркестр, может быть, и прочее, но книга закона на каком-то далеком месте, я не говорю, на втором, а может быть, оно и дальше, может быть, мы больше переживаем, ах, братья, ну что ж такое духового оркестра нету, у всех скрипичные оркестры, где бы нам найти, там, и прочее, знаете, ну, все для формы, а вот так, чтобы трепетное отношение к книге закона Божьего было, я как-то говорю одному брату, а он хороший проповедник, и ему давали слово всегда воскресенье утром, мы всегда стараемся воскресенье утром, чтобы самые способные проповедники говорили, да неверующих приходит, в основном воскресенье на утро, я спрашиваю, а чего ты, что-то тебе давно по воскресеньям нету, на собрании, а он говорит, да я сейчас в фирме работаю, ну и что, да у меня выходной в понедельник, вторник, а что, ты не сможешь так, чтобы на воскресенье быть выходным-то, ну, почему, могу, но только лишь в воскресенье я в 10 раз больше зарабатываю, ну, а почему ты решил в воскресенье все-таки работать, странный вопрос, а что, ты не понимаешь, что лучше, в 10 раз больше или в 10 раз меньше, мне и сказать было нечего, вы думаете, ему книга закона нужна, он отредвигает эту книгу закона и считает церебряники, и считает церебряники, потому что не сравненно лучше, если в воскресный день ему платят очень хорошо, то зачем ему книга закона, и Бог на каком-то отдаленном месте, нет, мы таких не наказываем в церкви, я еще и не встречал, чтобы кто-нибудь выбрал работу себе, чтобы в воскресенье работать, и чтобы за это наказывали, я думаю, что церковные взыскания никто не носит, но понимаешь, что Бог наказывает за это, ну да ладно, я говорю, сейчас захилки, книгу закона я нашел, мы все вот так как-то все правильно понимаем, что книга закона несравненно больше, чем все другое, и мы можем доказывать, насколько дорого нам святое писание, это все так, и служение Богу насколько дорогое, но вот в практической жизни, как это, практически у нас. Позвольте мне напомнить одно место священного писания. Однажды Петр поспешил пообещать, когда его спросили, учитель ваш не заплатит ли пошлины? Конечно, заплатит. Христос говорит, ну ты поспешил, с нас за посещение храма разве можно брать пошлины? Ну если ты пообещал, то надо платить, а в кармане у Христа и гроша не было, ничего не было. Но он говорит, бери удочку и иди на рыбалочку. Забрось удочку, вынишь рыбку, вынимай статир и заплатишь за меня и за себя. Как раз столько, сколько надо. Он пошел, его ли учить Петра как надо в наживке? Он хорошо знает на какую рыбку как клюется. Он профессионал рыбак. Закинул удочку, клюнуло, он вынул статир и смотал удочки и пошел. Все. Когда-нибудь вы ловили рыбу? Но если ловили когда-нибудь, то поймите, что сматывать удочки, когда клев начался, это тяжело. Вот клев, да еще какой клев, в золотые рыбки пошли. А почему бы вторую не поймать? А может быть все с золотыми монетами? И это нужно иметь мужество, чтобы одну рыбку вынуть и смотать удочки. Попробовать у многих не получается. Уж если поймали золотую жилку и не оторвать. Один брат уезжает на заработки там под Ленинградом, а он большой действительно специалист, как сварщик, отопление делает, он специалист хороший. Говорит, да вот надо вот то-то, 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 много наговорил и в институт сын поступает там, ну, целый ряд, целый ряд проблем и деньги необходимые. Я говорю, с твоими способностями, с твоими талантами ты здесь всегда найдешь работу. Ну, знаешь, то, что я здесь за полгода, я там за месяц сделаю. Ну, там, хорошо, платят. Я говорю, ну, ну, тогда побыстрее, только приезжай. Ну, два месяца и все. Приезжай через полгода. А что ты так задержался? Ну, говорит, я, говорит, сделал, хотел ехать. А сосед увидал мою работу и говорит, и у меня сделай. Нет, нет, я не могу. А я тебе плачу вдвое больше. А я думаю, где же я больше заработаю? И за него работу взялся. И его работу заканчивал, а третий сосед говорит, и мне сделай. Нет, я уезжаю, а я тебе еще вдвое больше платить буду. Решил я и могу сделать. Правда, уже до четвертого заказа я ночью я уехал, чтоб мне больше искушений не было. И вы знаете, с большими деньгами приехал. И тут же машину разбил. В этой аварии жена ранения получила серьезные. На лечение деньги. Круче говоря, сын попался там с делами. Выкупить надо было серьезную сумму, серьезную сумму, даже в долг залез. И теперь сидит и думает, где же в долг, чтоб выкарабкаться из этой ситуации. Я говорю, это не для того, чтоб его осудить. Я говорю, это для того, чтобы все-таки тяжеловато остановиться, когда надо остановиться. у Питая это получилось. Он поймал то, чем Бог благословил, а это было очень нужно. И вот благословенный результат. Словом, внук Садока это благословенный пример нам всем. За Хелке больше ничего не сказано. Ничего. А за его сына сказано. За сына Хелке Азария. Первый священник Азария. Это сын Хелке. Это правнук Садока. Но о нем сказано совсем чуть-чуть, совсем мало. Азария. Помните, встал впереди царя Озии, который возгордился своим величием. Он и специальные машины создал, чтобы таранить все препятствия, укрепленные города. И поражения не знал. И возвеличился он в глазах врагов даже. И вы знаете, он подумал, что ему все можно. взял кадильницу и решил каждый день совершить при храме. Азария встал и встал ему на пути. Не тебе кадить, не положено тебе. И не пускает его в храм. Как вы считаете, перед царем тяжело вставать поперек? Думаю, что тяжело. И не каждый может, не каждому дано. Но вот что хорошо. Азария встал и вместе с ним 80 священников встали и все они были люди отличные. У священника Азарии, первосвященника, 80 священников рядом были и все они были люди отличные. Иногда бывает так, ну скажешь какой-то недостаток, ну как могло так получиться? Братик дорогой, да что получается? А он ну знаешь, ну все мы люди, все мы люди, а там не так. Все они были люди отличные. храм 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 божий, храм храм за Богом не не а храм не у храм и с не храм , но тогда, когда Азария сделал со своей стороны все посильное, что он может сделать? Все остальное сделал Бог. Бог дал вначале Азарий со священниками сделать все, что им нужно сделать, а потом все остальное делает Бог. Вот это очень важная сторона. В другой раз что-то у нас не ладится. Какие-то люди тяжелые в церкви, там, или еще что-то. Мы понимаем, коснись этого брата, дьякона, а у него родство больше половины церкви и меня там-то заклюют. Нет уж, я трогать его не буду. Пусть другие трогают. Бывает так? В практической жизни. В практической жизни. Так вот, пока мы со своей стороны не сделаем все от нас зависящее, Бог действовать не будет. Вначале нам представляется возможность сделать все посильное, тогда только лишь делает Бог. помните, всякая земля, на которую ступит стопы ног твоих, я даю вам. Некоторые скажут, Господи, ты вначале дай, а потом я вступлю на законном основании. Нет, ты вначале вступи, а потом Бог тебе даст. А вначале вступи. Но я хотел бы сказать, что вот Азария был прекрасен тем, что он стоял на страже и сохранил верность Богу. Богу всегда приятно видеть, когда мы сражаемся, боремся, переживаем и что-то делаем, полагаем жизнь свою, подвергая им опасности за дело Божье. Время говорит о том, что надо сделать перерыв. Мы после перерыва продолжим рассуждение на эту тему, пока только лишь постараемся усвоить, что и правнук Садока, Азария, он среди родства Садока, также стоял на страже во время отступления и сохранил верность Богу. Аминь. Я в поле вышел утром ранним, Прохладой осени дыша, И летопись воспоминаний Передо мною вмиг прошла, Как будто слышал я впервые Часов старинных перезвон, Дела вставали, как живые Свидетели былых времен, Вспоминаю осенью Времена весенние Более мое, Нива моя, Чем она засеяна, Более мое, Жнецы на поле убирали, Колосья полные зерном, А рядом полоса лежала, Покрыта диким сорняком, На сердце вдруг так больно стало, От слез не мог сдержать себя, Господь, прости, уста шептали, Ведь это нивушка моя. Вспоминаю осенью Времена весенние Более мое, Нива моя, Чем она засеяна, Более мое, Благодарю, Господь, Господь сердечно, Что на закате жизни дня Ты в милосердии бесконечном Простил, помиловал меня Теперь спешу Засеять ниву Зерлом отборным Небустым, Чтоб день великой Вечной жатвы Меня внезапно Не застиг Вспоминаю осенью Времена весенние Более мое, Нива моя, Чем она засеяна, Более мое, Чтоб ночь, Уимаienna, Др." Чтоб нужно